Но я видел четыре эксперимента. Тест Гэнсфилда, корреляция и экпричувствие, и последний эксперимент — интерферометр. И мне показалось, что все они обладают какими-то общими чертами характера. Что они могут повторяться, что у них есть результат, который можно предсказать заранее, и этот результат статистически отличается от случайного. И что этому результату нет никакого рационального объяснения. Ты согласен с тем, что они соответствуют этим требованиям? Да, именно так и ставится большинство экспериментов. Не то, чтобы этому не было никакого рационального объяснения, но все же да. Да, мы их знаем. Да. Да, так что мне кажется, что любой из этих четверых запросто мог бы выиграть премию Джеймса Рэнди в миллион долларов за установление пси-феноменов. И, следовательно, получить приглашение в учреждение для дальнейшего расследования этих явлений. Так почему же ты думаешь, что за последние 10 лет никто не получил эту премию и даже не прошел тестирование на ее получение? Как сказал Рэй Хайман? Рэй Хайман сказал, что ни один ученый никогда не согласится с феноменом, основанным на одном снимке. Так что это одна из причин. Так вот, я являюсь ученым. Эти деньги рассчитаны на один выстрел. Возможно, так оно и есть. Но, как я показал здесь, именно это и есть. Поскольку эксперименты по-разному влияют на производительность человека. Вам необходимо провести анализ мощности, чтобы выяснить, сколько испытаний вам нужно провести для того, чтобы получить в результате определенный эффект. Так вот, я проделал вот это упражнение. Сколько же испытаний необходимо провести, чтобы добиться эффекта, который убедил бы кого-нибудь отдать миллион долларов? Для этого вам, вероятно, нужна вероятность. Может быть, один шанс на 100 миллионов. И если ты хочешь получить, скажем, 90-процентный или 99-процентный шанс получить эффект, равный одному из 100 миллионов, и ты проведешь анализ мощности, то окажется, что кому-то потребуется примерно от 4 до 8 лет проведения этих экспериментов каждый божий день, чтобы получить результат. Результат, который позволил бы достичь этого уровня. А если посчитать, сколько денег тебе нужно для того, чтобы это сделать, то получится больше миллиона долларов. Так что ответ таков. Это не самая рентабельная задача. Во-вторых, именно по этой причине мне не нравятся задачи, которые носят открытый характер. Это совершенно иная задача, чем первая частная или коммерческая ракета, которая пролетает определенное расстояние. Это очень четкая задача. Ты заранее знаешь, что тебе нужно сделать. Не хотел бы ты попробовать сделать это? Я абсолютно уверен в этом. И, кстати, это совсем не тот случай, когда не я, некоторые мои коллеги действительно предположили, что эксперимент с предчувствием было бы интересно использовать для этой цели. Потому что он, по-видимому, дает довольно большой эффект. Вызов был брошен, но ответа так и не последовало. Чем же ты занимаешься? Да. Продолжение следует...